Так, все всем видно. Элементы философского шастрического санскрита. Мы уже говорили, в общем-то, неоднократно о шастрическом санскрите, и мы с вами на протяжении, вот как долго мы читаем роману, мы читаем, в общем-то, и комментаторский санскрит. Но шастрический, не всякий шастрический санскрит, он, так сказать, равен самому себе. Бывают разные стили или подвиды стилей. Ну, сегодня поговорим немножечко не просто о комментаторском как таковом санскрите, а о санскрите именно философской шастры или, если угодно, о санскрите религиозно-философских трактатов. Почему важно понимать стиль санскритских шастр? Для значительного периода истории санскритской словесности характерно изобилие именно комментаторской, особенно религиозно-философской литературе. Когда несколько недель назад мы говорили о санскритских комментариях, кажется, два занятия мы занимались в нашей теоретической части, мы об этом говорили. И развитие религиозно-философского комментария как жанра, как, может быть, одного из самых важнейших жанров санскритской литературы привело к формированию совершенно особенного, очень специфического стиля. Санскрита, которого, по крайней мере, на уровне ведийского языка, древнеиндийского языка, который еще, строго говоря, не следует называть санскритом, но древнеиндийский язык его не было. Этот стиль развивался постепенно. Для санскрита схоластических произведений, вот шастры можно назвать схоластическими произведениями, а схоластики мы тоже немножечко говорили с точки зрения intercultural perspective, с точки зрения культурно-сравнительной перспективы. Схоластика присутствует в большинстве схоластические традиции человеческих культур, в средневековой европейской культуре, скажем, средневековой и нового времени, в культуре буддизма, в частности, тибетского, гималайского буддизма, ну и, разумеется, в индийской культуре. Last but not least, и даже не last, и уж совершенно не least, в индийской культуре, которая изобилует учеными трактатами, многие которых написаны в форме комментариев, или, по крайней мере, формально имеют признаки комментариев или форму комментариев. Сами, в общем-то, ну, строго говоря, не являясь не столько комментариями на важные произведения, произведения древности, как, например, кашмирское произведение IX века, написанное Джаэнты Бхаттой, Ньяя Манджери, формально это комментарий на Ньяя Сутры, написанный Акшападой Гаутамой где-нибудь, ну, на рубеже первого-второго века, веков нашей эры, и формально это комментарий. Ну, на самом деле, он, конечно, с того говоря, он опирается на это произведение, как и вся схоластическая традиция, которая исходит из неких фундаментальных, комментируемых произведений, вот тех, которые следует изучать непримерно. Но сам Джаэнты Бхатта, великий кашмирский ученый, между прочим, драматург, он пишет, ну, свой собственный трактат, по сути дела, по мотивам Ньяя Сутры. Вот, ну, это могут быть комментарии, комментарии на комментарии и так далее. На комментарии на комментарии, вот нескольких порядков. Для них характерен особый стиль, называемый, ну, именным, nominal style. Об этом, кстати, об именном стиле говорил, когда вчера или позавчера, вот Андрей Клебанов, для тех, которые присутствовали на его лекции или слушали его лекцию. Это означает, что в именном предложении, nominal sentence, да, именное предложение, практически нет или крайне мало финитных глаголов. Ну, и вот на лекции Клебанова, те, кто были, теперь знают, что это называется тинг-анта, да, глаголы. Глаголы, имеющие на это слова, это падам, да, это падам, между прочим, да, следует переводить слово-форма, вот, имеющая анте на конце тинг-тинг, то есть набор глагольных окончаний. Тинг-тинг, сказуемые, ну так вот, в подобных, в шастерическом стиле сказуемых, вернее, не сказуемых, а финитных глаголов, Ну, их очень мало. Они есть. Где-то больше, где-то меньше. В некоторых произведениях их практически не найти. Ну, либо только самые-самые элементарные какие-нибудь глаголы. Глаголы вспомогательные, вроде «бхавати» или «бхавейт», ну, что-то в этом роде. Во всяком случае, они отнюдь не изобилуют разными глагольными формами, но если нету глаголов, как же выражается сказуемое? Сказуемое в предложении должно быть. Без сказуемого предложение не может существовать. То есть, это будет не предложение, ну, а нечто другое. Сказуемое выражается именами. Существительными или причастиями. Ну, вот очень часто роль сказуемого играет так называемый, ну, «ппп», то, что нам известно, или «ппп», «participium perfective passive», конечно, который он очень часто далеко не всегда пассивный, пассивное причастие. Или «ктанта», говоря, имеющее «кта», вот это вот суффикс «тан» на конце. Это техническое название «ктанта». Однако, как же определить, где подлежащее и где сказуемое? Ну, очень часто, хотя и далеко не всегда, подлежащее стоит на втором месте, а имя существительное или прилагательное, стоящее перед ним, будет сказуемым. Вот возьмем такую фразу «аниттяга шабдага». Ну, может быть, начинающий санскритолог, студент скажет, ну да, он знает слово «аниттяга», «аниттяга», да, не вечное, шабда обычно слово, ну, допустим, в философских текстах, к примеру, ну, если знать, то это звук, ну, можно сказать, не вечное слово или не вечный звук, так ли это, да? Вот это будет не так. В шастерическом произведении это выражение будет, скорее всего, законченным предложением, причем следует знать, что в индийской натурфилософии, то есть это, прежде всего, в философии ньяи, вашещики, шабда обозначает не слово, а звук, ну, допустим, такое вот, такого типа знания, но наживное, это можно все изучить, узнать. И у нас это будет предложение, законченное предложение, подлежащее шабдага, аниттяга, сказуемое, звук не вечен, звук не вечен.